События, люди и явления, которые определяют наше время. Я Александр Ефанов. Здравствуйте. Когда мечты об отцовстве и материнстве превращаются в реальность. В Оренбурге 10 лет назад впервые провели процедуру ЭКО. Насколько успешны результаты программы и почему у ЭКО имеются не только сторонники, но и противники, расскажем через пару минут. Ну а сначала обзор наиболее заметных событий. Смерть под колесами. В Орске водитель сбил пешехода. Известно, мужчина переходил дорогу в неположенном месте. В итоге он скончался до приезда медиков. Бригаде скорой оставалось лишь констатировать смерть. При этом все произошло буквально в нескольких метрах от пешеходного перехода. Автоинспекторы изучают детали происшествия. Футболисты Оренбурга одержали победу над «Зенитом». Наша команда появилась на поле в слегка обновленном составе. После травмы вернулся в игру нападающий Михаил Дюриш, а повязку капитана вместо травмированного Андреева надел Андрей Малых. Счет игры на десятой минуте открыли хозяева. Дмитрий Багаев не оставил шансов голкиперу Оренбурга. Но уже чуть позже Дмитрий Ефремов сравнял счет. На перерыв команды ушли с чьей 1-1. На втором тайме оренбуржцам удалось сломить оборону соперника и Денис Попович мощным ударом отправил мяч в ворота зенитовцев. Счет 2-1 на табло питерского стадиона до конца матча больше не изменился. Мы узнали, что просто не будет, что соперник в родных стенах довольно неуступчивая команда, много забивает. И если дать команде волю, то она себя проявляет в должной мере. Ну, так и получилось. Пропустили гол, пропустили гол. Что-то много и не получалось, но тем не менее сумели справиться с ситуацией, реализовали свои моменты. Ничего много не реализовали, но, как говорим, напряжение было на протяжении всего матча. Приходилось выкладываться. Мы к этому и готовились, что придется играть всегда на максимум. Нет таких команд сейчас в этом дивизионе, которых можно обыграть на одной ноге. По итогам встреч Оренбург заработал три очка и сохранил вторую позицию в таблице первенства ФНЛ после 23 туров. Следующую игру Оренбургский клуб проведет дома. 18 ноября он встретится с Воронежским факелом. В Оренбурге уже 10 лет успешно проводят процедуру ЭКО. За это время на свет появились тысячи долгожданных малышей. А тех, кому ЭКО подарила радость отцовства и материнства, репортаж наших корреспондентов. Именно дети ЭКО очень умны, колонсилы, спортивны. Это могло доказать своими успехами наших детей. Десятки наград, грамот и благодарностей. Дети Елены – ее главный повод для гордости. Хотя 10 лет назад она и предположить не могла, что станет мамой спортсменов и умниц. Мне поставили землю с беспородом. Мы начали ходить по всевозможным инстанциям. И ездили в Самару, и в Москву, в частные клиники. Потрачили большие финансы. И потом мы только в центр Монежной семьи обратились. И с четвертой покупки у нас получились воронежки. Марина Галчин также является одной из первых пациенток центра репродукции. Женщина говорит, мечта всей ее жизни, любящая семья, осуществилась только благодаря медикам. Счастливая семья – это всегда семья с детьми. И когда наступает момент, когда человек понимает, что это невозможно по какой-то причине, это чувство, которое может понять только тот, кто ощутил его. Сложно сказать, что было бы, если бы я в свое время не пришла к Вере Георгиевне Владыкиной. И, конечно, я бы сейчас здесь не стояла и вообще по-другому, наверное, себя бы чувствовала. Но это жизнь, которую нельзя назвать счастливой, как минимум. Жизнь без детей. Обрести семейное счастье обе женщины смогли благодаря процедуре ЭКО. Это сейчас про экстракорпоральное оплодотворение знают все. А 10 лет назад в Элленбурге только осваивали методику. Чтобы зачать первого ребенка из пробирки, на помощь местным врачам должны были приехать коллеги из Москвы. Но столичные скулапы припозднились, а местные специалисты не растерялись. Обстоятельства сложились так, что наши пациентки созрели немножко раньше. И пришлось пунктировать их не в понедельник, а в субботу. Ну, можете себе представить, первая процедура очень волнительная была. Просто невероятная обстановка была эмоциональная. Ну, и первой пациенткой была наша коллега, медсестра, которая решилась на эту процедуру. Она оказалась очень удачная. Мы получили из двух фолликулов две яцеклетки. На следующее утро обнаружили, что одна из них оплодотворилась. И когда наступила беременность у этой пациентки, ну, можете представить, какой это был эмоциональный накал. Первая процедура буквально открыла череду последующих, успешных. Благодаря оренбургским медикам тысячи семей обрели свое счастье. Полторы тысячи здоровых малышей появились на свет стараниями медиков. Но такой успех не вскружил голову врачам. Специалисты говорят, всегда есть куда стремиться. Недавний переезд в областной перинатальный центр открыл перед врачами-репродуктологами новые возможности. Теперь у них и мест для хранения ценного биоматериала стало больше, и условий для работы лучше. И главное, благодаря многопрофильности больницы у пациентов есть возможность пройти более полное обследование в условиях одного учреждения. Медики обещают и впредь совершенствовать свое мастерство, чтобы помогать семьям обретать настоящее счастье. Карина Тумасова, Максим Максимлюк. Наше время. Но между тем, такая востребованность процедуры ЭКО говорит прежде всего о глубоких репродуктивных проблемах региона. В Оренбургской области больше четырех тысяч семейных пар считаются бесплодными. Причем серьезные проблемы медики фиксируют как у женщин, так и у мужчин. И по мнению специалистов, такая демографическая яма может превратиться в пропасть. Связано это и с половым поведением, с репродуктивным поведением, и с тем, что возраст планируемой беременности отодвинулся ближе к 30, а то и к 40 годам. Когда снижается репродуктивный потенциал женского организма, и все те заболевания, которые были перенесены женщиной, откладывают свой след на ее репродуктивном здоровье. Это и перенесенные заболевания женских половых органов, это и прерывания беременности, которые имели место, так как рождение детей было запланировано на более поздний срок. Это и те вопросы, которые как-то даже неудобно касаться по поводу репродуктивного здоровья, но это вопросы курения женщин репродуктивного возраста. Ну, кстати, за последние 10 лет количество проведенных процедур ЭКО в мире увеличилось вдвое. Самой зрелой пациентке, которая стала мамой при помощи подсадки эмбрионов, было 67 лет. Об истории создания уникального метода, его сторонниках и противниках, а также звездах, которых ЭКО не обошло стороной, наша Ексерина Киселева. Итак, впервые ЭКО обернулась благополучной беременностью в Великобритании в ноябре 1977-го. А уже через 9 месяцев на свет появился первый в истории Земли человек, зачатый в пробирке, малышка Луиза Браун. Прежде чем решиться на экстракорпоральное оплодотворение, ее мама лечилась от бесплодия целых 9 лет. Сегодня Луиза взрослая женщина, кстати, мать двоих детей, которые зачаты были естественным образом. Врачи, которые впервые успешно осуществили ЭКО, признаны основоположниками технологии искусственного оплодотворения. Гинеколог Патрик Стептоу и эмбриолог Роберт Эдвас. В СССР первый ЭКО-ребенок родился в 1986 году. Сегодня Елене Донцовой 31 год, она живет на Украине и воспитывает 10-летнего сына. Несмотря на то, что ЭКО давно зарекомендовал себя как самый эффективный метод борьбы с бесплодием, споры этического плана вокруг технологии не утихают по сей день. Изначально представители религиозных кругов называли саму идею зачатия в пробирке вмешательством в процесс создания человеческой жизни. Любые разновидности оплодотворения внешенского тела, а также заготовка, консервирование и преднамеренное удаление лишних эмбрионов церковь называла недопустимой, потому как эти самые эмбрионы считались крошечными людьми. Сегодня духовенство настроено несколько лояльнее, хотя особо категоричные священнослужители, не желающие признавать прогрессивные медицинские методики, по сей день принимают доходящие до абсурда решения, но, например, отказываются крестить детей, родившихся при помощи ЭКО, причем обстоятельства, из-за которых мужчины и женщины решились на этот шаг, во внимание не берутся. Кстати, в исламе отношение к экстракорпоральному оплодотворению в целом положительное, при условии соблюдения некоторых правил. Крайне демократично относятся к ЭКО-буддизму, здесь приветствуются рождение детей, зачатых любым способом. Иудеи, согласно семейным заповедям, обязаны рожать сыновей и дочерей. Каким способом произошло зачатие, для них не имеет никакого значения, также не принципиально и то, кто выносил малыша. Ну и напоследок знаменитости, которые стали родителями именно благодаря ЭКО. Анжелина Джоли, в 2008-м она родила в Ницце мальчика Нокса, Леона и девочку Вивену Маршелин. Дженнифер Лопес долго и безуспешно пробовала зачать самостоятельно и перенесла несколько неудачных попыток ЭКО, прежде чем 22 февраля 2008 года родила двойню. Мария Керри, еще одна счастливая мама двойняшек, которые появились на свет, когда знаменитой певице исполнилось 40 лет. В 37 Джилле Роберт стала богаче на дочку и сына, и все благодаря ЭКО. Аль Пачин и его супруга решились на экстракорпоральное оплодотворение из-за преклонного возраста. В тот момент, когда родились их дети, Дону Корлеону было 60, а его супруге 47. Вот уж действительно чудо. Ну и хотя ЭКО уже давно стало нормой, вокруг него не прекращаются споры. А потому сегодня мы не могли не спросить у оренбуржцев, как они относятся к этой процедуре. Я отношусь нейтрально, я не определился. Конечно, поддерживаем, почему нет. Очень многие люди, которые желают иметь детей, не могут этого осуществить, и почему нет. Инновации и технологии позволяют, почему бы и нет. Ну, двойственные. Ну, вообще я не против. А двойственные почему? Ну, я не знаю. Ну, в общем-то, я считаю, что это не всегда бывает удачно. Вот только с этой точки зрения. Ну, конечно, но если люди хотят иметь детей, понятное дело, они могут заплатить любые деньги. Ну, вот я только считаю, что может быть и неудачно. Я поддерживаю кого-то, нет возможности ни второй половинки, нету, может, какие-то физические непригодности. Это помогает, спасает людей. Конечно, поддерживаю. Почему? А потому что некоторые не могут родить сами. Надо помогать. Ну, а далее в выпуске информации об отключениях. Завтра на улицах Оренбурга и Оренбургского района не будет электроэнергии. Их названия и номера домов указаны на ваших экранах. Ну, а теперь новости от наших партнеров. Не переключайтесь. Порой в поисках хорошей, качественной и недорогой вещи можно оббегать массу магазинов. Мы предлагаем сэкономить и время, и семейный бюджет. Достаточно прийти на выставку продажи верхней одежды в Оренбурге, которая по многочисленным просьбам остается в ДК-экспресс до 26 ноября. Любая осенняя куртка здесь стоит всего 3500 рублей, а теплая зимняя – 4500. Мы закупаем очень большими партиями и напрямую от производителя. То есть в конечном итоге не переплачиваете вы, не переплачиваете за качественную одежду, качественную фабричную одежду от производителя. Более трех тысяч моделей, как для женщин, так и для мужчин. Наполнитель изделий при этом тоже разнообразен. Это современные морозостойкие утеплители Тинсулейд, Тинсулейд, Холофайбер и Биопух. Заметьте, все куртки практичны, легко стираются. Размерный ряд до 72-го в наличии постоянно. И, внимание, на выставке продажи большое поступление зимнего ассортимента. Успевайте! Утепляйтесь в ДК-экспресс, Парковый проспект 15, остановка, ЖД-вокзал до 26 ноября. На сегодня все. Напомню, наш телефон 37 00 83. Мы ждем от вас интересные темы. Сделаем наше время вместе. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова